Корея Вот невзяткая богатая Есть вот такая вот нищеблудь В виде таких вот Низких маленьких домиков Ну я конечно так не считаю Это своя Это свой колорит национальный Так сказать Такие улицы В Японии, в Корее, вообще в Азии Везде есть Это такой вот азиатский стиль И мне он нравится Раньше не нравился, очень тоже Я тоже смотрела так же Типа блин, такая богатая страна И такие стрёмные здания Как такое может быть Раньше такое было у меня тоже Но со временем это прошло Конечно в Японии Такие улочки выглядят чище Чище, да Я не раз это слышала, что в Японии Они выглядят чище, где-то в Китае Или в других В Юго-Восточной Азии, в другой Намного грязнее Ну а в Корее Выглядят они вот так Да, везде забегаловки С едой Не всегда приятные запахи Так как это старые Такие улочки Здесь с канализацией Бывают проблемы И бывает запах канализации Какашечками подванивает Иногда Ну это Сеул, да Вот он такой Город контрастов Все, вот вы Как бы выходите Из проулка Попадаете в такие Каменные джунгли Заходите в проулок И там вас ждет Такая вот Настоящая Азия Которую рисуют в аниме Которую снимают В сериалах Живая Вот такая вот Азия Видите Тут плавают Угре Это, да? По-русски Рыбочки Я в последнее время Люблю гулять Больше вот по таким Улочкам Именно Малоэтажным Видно старость Раньше тянула На хай-тек Все время А сейчас нравится Вот такое вот Приземленное что-то Человеческое Мне нравится Что Везде какие-то бутики Везде какие-то ресторанчики Очень уютно Ты идешь Как просто У себя дома Это очень уютно И очень-очень круто Мне нравится Вот Полиция Тут же, видите Полицейский участок Полицейские машины стоят Тут вот дворец Сеул Город Очень зеленый Чего не отнять У него Того не отнять Очень зеленый город Очень красивый рельеф Везде горы Куда бы вы ни посмотрите Куда ни оглянетесь Куда ни повернетесь Везде увидите горы И на фоне этих гор Все смотрится Довольно выигрышно Я уже об этом говорила Не раз Город удобный Как для водителей Как для автомобилистов Так и для пешеходов Очень плотная, конечно же Застройка Но Варламов Балит плотную застройку Город Застройка должна быть Однозначно Плотной Мне не нравятся в России Вот эти огромные Бесполезные просторы Они мне еще не нравились Тогда, когда я про Варламова Ничего не слышала И не знала Они мне не нравились Всегда Особенно после того Когда я первый раз Побывала в Корее Когда ощутила Вот эту вот всю Всю прелесть Вот этой компактности Это привычка Я понимаю Русским людям Наоборот Которые приезжают сюда В Корее Им все кажется Может быть кому-то Да Там тесно Ну в основном Конечно В основном Конечно Это очень Круто Когда вот такая Компактная Застройка Проходишь Какие-то объекты Тут какой-то садик Тут какой-то дворик Тут какой-то домик На каждое Вау На каждом шагу Тебя Ждет Какое-то новое Визуальное впечатление Не знаю Как это правильно Говорится Но я вот так Это описываю На каждом шагу У тебя Есть на что Обратить внимание Посмотреть Порадоваться Задуматься Да Вот Ты идешь по стране Просто по улице Как по музею И разглядываешь Разглядываешь Все подряд Разве не мило Даже учитывая то Что сейчас Жара 33 градуса Гулять здесь Просто какое-то Неимоверное удовольствие Из каждого заведения Еще кондиционер Несет холодком Ветерком Зайдем еще в один прогулочек Я смотрю Здесь такие традиционные Старые домики Стоят Какие-то еще стройки Идут Что ремонтируется Какие-то бесконечные кафешки Тут вот видите Стройки идут По-моему тротуар Тротуар будут менять Плитку выкладывать Тут вот такая плитка Стэн Видите все эти домики Какие-то студии Сейчас дизайнерские стали Раньше были просто старые дома А сейчас такие улочки Переоборудуют В какие-то Такие вот Хипстерские Так сказать Заведения И да В Сеуле Сейчас трущобы Прям вот Чтобы трущобы Найти Сложные Практически Невозможно Это всегда будут Какие-то такие Добротные Домики За редким Может каким-нибудь Исключением Но я вам снимала Уже самый Самый бедный район Я вам снимала И в принципе Это самое страшное Что вас может ждать В Сеуле Да Здесь ремонтируют Тротуар На вот таких Старых улочках Опять же Делают все Максимально Чтобы было комфортно Опять какие-то Протестующие идут Не пойму Что у них написано На плакатах Итальян Бистро Да Вот кстати Еще один Такой весомый Для меня Плюс Кореи О том Что я Люблю Исключительно Корейскую кухню Не люблю Европейскую Вообще Не ем Никакие Спагетти Никакие Пиццы Никакие Гамбургеры Не люблю Японскую Не люблю Китайскую Только Исключительно Корейскую Кухню Ну и русскую Да Когда я поеду В Россию Я буду с удовольствием Есть русскую кухню Так как я выросла На этой кухне И есть блюдо Которые я Очень люблю И поем с удовольствием В отличии от моих детей Так А здесь что Вьетнам Вот вьетнамскую Люблю кстати Да Что это Я вдруг забыла Вьетнамскую Кухню Я тоже очень люблю И частично Тайскую Вот Уже сколько набрала Да Просто улочки Поснимаю Сегодня все запарковано Так как сегодня выходной А выходные Дорожная служба Не так гоняет Тех кто паркуется И например Если люди Просто На какое-то короткое время Забегают В какую-то Забегаловку Им В выходные В субботу Воскресенье Можно и Припарковаться Ненадолго В будние же дни С этим очень строго Везде есть подземные парковки И нужно заезжать Только на подземные парковки Так Так Здесь у нас Манты Манду На пару готовятся И другие какие-то блюда Но ничего из этого не хочется Что-то мне Очень захотелось Нэджантан Это такой супчик Острый Из кишочка Всяких разных Приезжая Приезжая в Сеул Так мне его всегда хочется Почему-то Поэтому я вот хожу Его ищу Ищу И пока не нашла Вот в этом месте Например Парковка Она подразумевается Видите здесь Возле здания То есть Вот так вот Как-то не на тротуаре А сама парковка Там расположена Опять Опять суши Очень много Японских Запекаловых Многие корейцы В принципе Любят японскую кухню Поэтому Японских ресторанов Очень много Ну вот Забежала в такой Маленький Корейский ресторанчик Заказала себе Острятинки Корейская Это Токпоки С морепродуктами Очень острое И очень вкусное Блюдо Ледяное Пивко На улице Сейчас Невероятная Жара И сижу Сижу Отвечаю вам На комментарии Не часто Выдается Такая минутка Спокойствия Когда можно Почитать Ответить На все Комментарии И парад Начнется В 4.30 А и батарейка На камере Уже кончается Придется на телефон Снимать парад Сам Наболтала Скажите Как вам Такой формат Что я буду Вот так Первые Самые первые Ваши Комментарии Под видео Читать И отвечать Вот так На них Сразу За кружечкой Пива Или за чашечкой Кофе Как получится Вот Ну здесь Я уже Все конечно Отметила Ну вот Такой формат Чтобы я Не писала Вам А отвечала Вот так Лично Например Вот комментарии Всегда удивляла Которые Быстро Смотрят Бордо Что Хотя Чтобы Рассмотреть Оттанзелит Нужно Как минимум Разглядывать Миндали На секунд Десять Пока Глаз Сфокусируется И привыкнет А вообще Топчик Клиника Ну мне вот Интересно Было бы Посмотреть На жизнь Работяги Он тоже Может Тебе позволить Такую страховку И походу В частную Клинику Ну и интересно Сколько стоит Страховка У вас И сколько На зубы Я бы тоже Покрыла Зубы Защитная Пленка Но у нас Это так Дорого Что дешевле Потом зубы Вылечить Хотя И пломбы Вот Я буду Брать Такой Например Комментарий И Сразу же На него Отвечать Ну и Я тут Правда Уже Ответила Поэтому Смысла Сейчас Это нет А вообще Мне кажется Это Получилась бы Такая Интересная Рубрика От рака шейка матки Блин Вот реально О гражданах Заботятся Уровень Запредельный Для россиян На самом деле Я сама была В шоке Такая прививка Стоит Около 600 Или 800 Долларов Но В Корее Государство Все это Детям Оплачивает Детям Именно В возрасте Софии Сейчас Да Есть Сколько 12 лет Таким С 8 До 12 Лет Эту прививку Должны Все Проставить Она Два раза Ставится И То что Это Оплачивает Государство Это очень круто Вообще Все прививки Оплачивает Государство Исключение Там Какие-то Вообще Левые Какие-то Прививки Которые Ты можешь Ставить Можешь Не Ставиться Но Все Основные В Корее Прививки Они Бесплатные Хочу В Корею Я вас Понимаю Очень Понимаю Стремитесь И Попадете Коре Прекрасная Шикарная Лучшая Страна Тут Так Все Тихо И спокойно Наши больницы Где за дверью Огромная Очередь И Все спорят Кто за кем Идет На самом На самом деле Тут вот в комментариях Пишут Что частные клиники Уже в России Есть По крайней мере В Москве И выглядят они Точно так же Поэтому Вот Все меняется К лучшему В России тоже А разве После сдачи крови Не нужно сгибать Руку Чтобы синяков Не было И кровь остановилась Молодец Софи Самостоятельно На самом деле Как такого Правила нет Я сгибаю Руку Она не сгибает Кому как нравится У нас Все так же В Финляндии Очень интересно Было бы более подробно Почитать Комментарии Что именно так же А что отличается Я всегда люблю Читать про какие-то Другие страны Именно от людей Которые там Уже живут Удивила Отсутствие очереди На самом деле Там электронная очередь Есть Но просто Не было народа В этот день Какого она года София 2005 года Ага Типа в России Говорят Идите Проверьтесь И вы сами Бегайте И проверяйтесь Где хотите Интересно Короче Мне мужик сейчас В ресторане Владелец ресторана Сказал Что Это сейчас Акция идет За освобождение Пакне Предыдущего президента Я говорю А почему Они с американскими Флагами ходят Он говорит Ничего не понимаю Они сами Говорят Не понимают Что творят Но лучше Говорят Туда не идите Для вас Это может быть Опасно Он мне говорит Прикиньте Я ничего не понимаю Что творится Я вне политики Поэтому Для меня Это все Сложно Для понимания Видите У них Корейские Израильские И Американские Флаги В общем Если меня сейчас Убьют Знаете Где это было Вот Там какая-то Черная собака С какой-то Табличкой Так интересно Смотрите А это вот К этой акции Которая сейчас Будет проходить За секс-меньшинство Это вот Вставили Противники Сейчас Половина Опять будет За Половина Против Видите Это Yes За то Чтобы Мужчина И женщина И Но Чтобы Мужчина С мужчиной И женщина С женщиной Вот такие Вирки Сейчас Втыкают Вот так Вот просто Противники Вот этих Вот Круто Круто Как тут интересно Как тут весело И в общем Мы сейчас Направляемся Туда Где будет Проходить Акция Секс-меньшинство Парад Парад Гей-парад Так тут Всегда Вот так Вот На этой площади Всегда Неспокойно И полиция Следит За порядком Но Никого Никогда Не разгоняет Что символизирует Это черная собака Огромная Интересно Я пока Ела Зарядила Немножко Камеру Подзарядила Потому что Батарейка Почти на нуле Была Сейчас Вроде Ничего Три отделения Прибавилось Целая коробка Черри Стоит Десятку В Сеуле Все дешевле Намного Чем В пригороде Так как Конкуренция Больше Видимо Бедные машины Бедные машины Которые попадают В такую В такую пробку Прикиньте У них просто Без вариантов Кроме как Переждать Все это Неужели У Пак Кене Сейчас Столько Поддержки Надо бы Тумуже Спросить Потому что Я в этом Полный ноль Политики Бедные машины В основном Это пожилые люди Я не вижу Чтобы они были Как-то негативно Ко мне настроены Обычные люди Офигеть Не я одна Здесь блогер Я попала Кому-то В блог Блин Сколько народу Товарищи Здесь Геям Негде Будут разместиться Теперь Даже Все-все Снимают Так прикольно Находиться В этой Гуще Событий Смотрите Пак Кене Фотография Полиция Пытается Как-то С движением Здесь Смотрите Как организовано Все У корейцев Всегда Все Красиво Смотрите 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 Лично мне, хорошо, что никто не понимает по-русски, из тех корейцев, кто меня смотрит, лично мне тоже нравилась Пак Кене. Мне нравилась, она очень много делала хорошего для страны, и то, что какой-то косяк там непонятный произошел, это не умаляет всех ее заслуг, которые она на своем посту сделала. Очень много всяких льготных штучек-дрючек, она отменила визы с Россией, она очень помогала всяким там одиноким матерям, в общем, мне ее политика очень нравилась, и международная, и внутренняя, поэтому... Но корейцы считают, что один косяк, даже на одну какую-то ошибку президент не имеет права. Президент не тот человек, который имеет право ошибаться. Так считает большинство корейцев. А вот эти корейцы, вы вышли в поддержку Пак Кене, чтобы ее освободили из тюрьмы. Как вы знаете, ей дали очень большой срок. Не буду сейчас умничать и говорить, сколько там, то ли 20, то ли 30 лет. В общем, очень крупный срок ей дали. И вот это люди в ее поддержку выходят. Можно сказать, что это оппозиция нынешнего правительства, нынешнего президента. Так как это совсем другой лагерь.